Жительницы Мордовии сожгли российский триколор и показали это в социальных сетях. Дело было в Саранске во время народной традиции сожжения старых вещей в так называемый Старый Новый Год. Девушек тут же осудили интернет-пользователи и представители местных отделений российских политических партий. Общее мнение – поступать так с государственными символами нельзя. А героини ролика были удивлены и даже искренне возмущены такой реакцией общественности и даже угрожали пойти в полицию, чтобы пожаловаться на клевету. Но полиция пришла к ним сама, и эти девушки к своему пущему изумлению узнали, что нажгли уголовную статью об исквернении государственного символа. А ведь все бессовершеннолетние. Одна из них, например, София Кечина, участвовала в молодежном форуме «Инерка». А это, казалось бы, показаться политической, ну или вообще хоть какой-нибудь грамотности. Но нет. После этого организаторам мероприятий стоит повнимательнее изучать свой контингент. Тем временем фигурантка уголовного дела в свое управдание еще и публично объяснила своим обидчикам, что жгли они не флаг, а так флажок. Мы решили еще раз вспомнить эту историю и предоставить зрителям право самим решать, у кого в Старый Новый год что там сгорело. Детали изучила Людмила Кусерова. Горис! Одна только фраза, одно неловкое движение рук и никакого мошенничества, а совсем другая статья Уголовного кодекса о сквернении флага и герба России. Карается до одного года лишения свободы, оборачивается большим скандалом. Это София Кечина, одна из героинь провокационного видео, активистка, однажды журналистка, наверное, студентка, а теперь еще и фигурантка уголовного дела. Именно она сняла на мобильный телефон и выложила на свою страничку в социальной сети видео, на котором сжигает в староновогоднем костре флажок на палочке. И этот поступок тут же становится достоянием общественности. Наверное, девушка просто забыла, то, что выложено в интернет, останется там навсегда. Не знание закона не освобождает от ответственности. Нужно понимать, и более того, я еще хочу сказать, что вот эти молодые люди совершили данное действие, а были люди, которые все это дело снимали, которые это все выкладывали. То есть, а для чего было это сделано? То есть, это же, получается, несколько лиц, то есть, нужно же разбираться, то есть, а для чего вообще выложили это? Да, то есть, мало того, что они надругались над государственным флагом Российской Федерации, так и другие же они тоже рядом стояли, то есть, не сделали замечания. То есть, это что, это норма, что ли? То есть, это все общество, что ли, должно таким образом себя вести? Ну, просто неприемлемо. Кто-то просит не муссировать больше эту тему, но когда к разговору подключаются не только диванные аналитики, но и политические деятели, молчать невозможно. Сами того не подозревая, София Кечина и ее подруга заставили задуматься о вопросах патриотического воспитания. А вот кто где и когда не объяснил девушкам, что сжечь российский флаг – это плохо, мы уже не узнаем. Директор мемориального музея в Саранске Николай Кручинкин показывает экспозицию преемственности поколений. Здесь представлено много флагов, в том числе тот, который мордовские силовики брали с собой в горячую точку. Там этот государственный символ был для них частью Родины, поводом для гордости, да и вообще, истории нашей страны знает немало примеров того, как нужно относиться к государственным символам. Наш первый герой Советского Союза, Пожарский, который в 1938 году на озере Хасана совершил подвиг. Он водрузил знамя, когда знаменосец упал, он сам поднял это знамя. И когда он его застрелили, подстрелили, следующий взял. И этот флаг на сопке Азоозерной так и стоял до конца, хотя погибло несколько человек. То есть вот отношение к флагу, отношение к государственным символам – это, наверное, особое чувство, которое должно быть у каждого. Если живем в этой стране, вот эти символы, они должны быть для нас святы. А сквернять то, что свято для одних, другие все чаще не стесняются. И это подтверждает официальная уголовная статистика. В 2016 году по статье «Вандализм» в Мордовии зарегистрировано 24 преступления, в 2017 – 29, в 2018 году – 24. В эти списки вошли в том числе и те люди, которые неуважительно отнеслись, например, к памятникам павшим воинам. Город Ковылкино – мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Именно там все и происходило. А вот еще одно фото сделано уже в Саранске. Выложено в сеть, потом удалено. И герои снимка сразу понимали, чем это может обернуться. Поэтому закрыли лица руками. Нарушителями оказались два студента из Саранска, 17 и 18 лет. И сами герои фото полицейским не смогли объяснить, зачем залезли на мемориал. На них тоже завели уголовное дело. А вот по факту осквернений герба и флага в России за последние 10 лет было зарегистрировано 5 дел. Много это или мало – пусть каждый решает сам. Состав, он сам по себе достаточно не новый. То есть, данный состав знал его уголовное уважение, которое действовало еще в царской России. Данный состав, он характеризуется тем, что субъектом является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. То есть, лицо осознает свои действия. Лицо понимает о последствиях. Это сожжение. Это изготовление надписей на флаге. И так далее. То есть, по сути, у нас данным составом мы посягаем на авторитет государственной власти Российской Федерации. Спустя пару дней после случившегося и начала полицейских проверок София Кечина опубликовала свое видеообращение ко всем, кто за нее и против. Это была попытка оправдаться, извиниться, ну или, цитата, достучаться до людей. Объяснить всем неразумным, что размер все-таки имеет значение. Что такое флаг? Это огромный флаг. Триколор. Что такое флажок, который мы изжигали, собственно говоря. С другими, хочу заметить, вещами, которые были с нами. Это старые вещи, ненужные вещи. Этот флажок попался туда случайно. Он, в принципе, лежал в этом пакете. Потому что он был уже грязный и оборванный. Мы сжигали вещи. Мы снимали не только один флаг. Мы снимали процесс всего сжения наших вещей. С каждой вещью мы говорили плохие слова. Это все вообще перевернули. Горис! Вот этот человек, который выложил это в сеть и отправил на какую-то почту еще что-то. Я не знаю, что вообще за ты человек. Серьезно. Дальше девушка вспоминает, что видела флаги, которые валялись на асфальте. Или которыми накрывались иностранцы во время своих возлияний. И удивляется, почему их тоже не наказали. И да, извинения были в самом конце обращения. Оказывается, выкладывая свою запись в интернет, они не знали, что ее увидят люди, среди которых окажется предатель. Я не хочу их защитить. Но я думаю, что с ними нужно провести очень жесткую, воспитательную какую-то работу. Но до того, чтобы сводить какие-то счеты на уровне политических мотивов, которые очень грозят довольно-таки серьезными какими-то наказаниями. Я думаю, что нужно первый раз сделать это в том формате, в каком я предложила. И вынести это все-таки на собрания в школах, в студенчестве, что так делать патриоту своей страны просто недопустимо. Уголовное дело уже заведено, а вот чем оно закончится, пока неизвестно. Можно предположить, что наказание будет минимальным. Зато пусть хоть после 20 лет они запомнят, что можно иметь разные политические взгляды. Но герб и триколор нужно уважать независимо от размера и качества изображения. Людмила Кусерова, Григорий Денисов. Программа «В центре внимания».